Уже не первый год эти люди добиваются, чтобы их услышали. Более 20 лет работники бывшего совхоза имени Софьи Перовской пытаются оформить право на землю. На руках у 164 человек лишь сертификаты. В совхозе Софьи Перовской я проработала 32 года. Пришла в 1976 году и ушла в 2010 году на пенсию. За это время мы получили сертификаты, которые мы так и не оформили в акты на собственности. В данный момент мы пишем письма куда только возможно. Кругом приходит ответ. Да, это ваше право, но вы никто. Севастопольцы жалуются. Все документы готовы к оформлению. Есть техническая документация. Однако список причин, по которым в регистрации земли пайщикам отказано, пополнила ещё одна. Пайщики говорят, чиновники Севреестр ссылаются на закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому информация о согласовании границ должна быть опубликована в печатном СМИ органа государственной власти. Мы пришли к тому, что в городе нет газеты, которая может дать объявление о том, кто будет моими соседями. А коли нет газеты, значит, я оформлять не имею права. Мы сертификаты заработали, мы их не покупали, ничего. Мы заработали и передать их детям мы тоже не можем, потому что нет вот этой земли. Земля есть, но она нет. В своё время мы отдавали в аренду, получали какую-то арендную плату. На данный момент на нашей территории, лично на моём участке, виноградников нет. Виноградники нарушены полностью. То есть прекращена технология выращивания виноградника и виноградника нет. Но и землю это мне тоже не даёт, чтобы я её оформила как положено. Нас целенаправленно постоянно из одного тупичка загоняют в другой, а время идёт. Да, это стороны, стороны. Да, вот то, что сказал Виктор Иванович, то есть правильно, то есть по законодательству. То есть нам обозначили этот год, что нужно до 1 января 2019 года оформить, а законные процедуры не дали. То есть нас сказали, поторопитесь. Но как решить этот вопрос? Мы вам не даём информации. В принципе, право за гражданами сохранено, но дело в том, что для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо, во-первых, найти собственников соседних участков, разработать техническую документацию. Если собственники не найдены, дело в том, что участки перепродавались и так далее и тому подобное, то необходимо дать объявление в газету о том, что необходимы собственники участков каких-то, таких-то кадастров и так далее. Нашим правительствам и законодательным собраниям фактически не определена газета, которая бы публиковала такие объявления, и они считались бы, как сказать, законными. Севастопольцы обращаются к правительству и законодательному собранию города с просьбой о помощи. Пайщики уверены, земли бывшего совхоза имени Софьи Перовской имеют огромный потенциал для выращивания винограда и косточковых, и оформления земель ускорит развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Севастопольском регионе. Мы просим исполнительную и законодательную ветви власти города Севастополя разделить два процесса. Первый. По процедуре определения газеты там немножко по-разному прописаны, и в нашем случае это проще. Нашу проблематику по газете для сертификатов для сельхозземель решить властям гораздо проще, но они вот этот гораздо более лёгкий вопрос, они тянут и тянут. Редакция независимого телевидения Севастополя продолжит следить за развитием ситуации. В ближайшее время мы направим информационный запрос в Департамент по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя, а также обратимся за комментарием в законодательное собрание города.